Приветствую всех на моем канале. Давайте посмотрим, какие измены ждут после полнолуния. Вот выпадает, выпадает развилка, корабль. Закончится у кого-то период неведения, вы пойдете вперед. Вот сама луна выпадает, да, вот она, полная луна. Да, что-то... Знаете, здесь показывают период, вот, две луны, как от одной луны к другой. Вот до этого полнолуния здесь было, знаете, незнание, куда идти и как идти, каким путем двигаться. После этого полнолуния, вот теперь, по-видимому, до новолуния, вы решите какую-то такую вот проблему для себя. С помощью вашей силы в вашем доме, возможно, в вашем близком окружении есть вот такие вот товарищи, да. Вот мы видим там мышей. Вот кто-то есть у вас. Человек, который завидует вашей силе, вашему семейному счастью. И он находится в вашем доме. И вы, вот, если вы были не в ведении, да, до полнолуния, то у вас здесь какое-то найдется какое-то решение. С помощью какой-то вашей силы вы решите с ними какую-то проблему. От луны до луны. Да, вот это какая-то ситуация у вас препятствий. Это, знаете, это касается, наверное, скорее всего, вот эта ситуация касается ваших отношений. Полнолуние изменит. Вот после полнолуния, здесь, может быть, какие-то, да, кто-то принимает какие-то меры. Кто-то как-то каким-то образом сопротивляется, борется, да, что-то делает. Но вот это вот лунный период такой, вот, может быть, как раз период до новолуния теперь, возможно, вы найдете какое-то решение вот этих вот проблем, вот этой вашей заикаренной ситуации, да. Смотрите, на крыс ложится лиса. Лиса довольно такая злая, да, злостная. Но это, как бы, знаете, это как отходит вот все в прошлое. А в будущем у вас какое-то движение вперед, новый путь, возможно, у кого-то какое-то знакомство сердечное, да. Во-первых, будет светить обязательно солнышко. То есть это уже какое-то начнется исполнение желаний. То есть вот это вот меняет полнолуние. Вы начинаете избавляться от каких-то вот таких вот товарищей, которые вам в жизни, но они не то, что не нужны, они вам мешают. Они не давали двигаться, не находили решение какого-то вот, какого-то вот такого вопроса, как с ними вообще бороться, да. А здесь они вот просто начинаются, вот начинается период, когда вы поймете, может быть, кто это и что это. Если раньше вы были по развилке в неведении, да, то теперь у вас открываются на это глаза. Может, возможно, кто-то вам откроет глаза на них. Вы знаете, возможно, вам кто-то, действительно, здесь кто-то очень мешает. Возможно, это женщина. Это что-то то, что такое, знаете, ненастоящее. Оно отмирает, оно уходит. И видите, на лисы крыс ложится сверху вот этот гроб. То есть вот после полнолуния однозначно найдете вы какое-то решение. Может быть, по гадалке вам нужно к кому-то обратиться, чтобы понять. Боя человек живет и не понимает, да, почему у него так в жизни происходит. А здесь вы найдете какой-то путь к решению. Вы пойдете, кому-то надо вот здесь почиститься. Клевер, очищение, да, чтобы пойти к благополучию, чтобы вот дом был полон, полная чаша. Да, вот здесь вот такие изменения ждут. В общем, вы каким-то образом поймете или узнаете, что вот кто, тот, кто вам вредил. Вы этого человека либо раскроете. То есть вот эта луна, она как бы вот дает, после луны вам откроется какая-то ситуация, вы ее увидите. И вот это все. Крысы, лисы, она в гроб ложится на них. Это будет, значит, уходить. И вас ждет. Ну, с этой стороны все карты. Вот, ну, ни одной карты нет плохой. Да, клевер, ребенок, кольцо, корабль, сердце. То есть здесь, возможно, какие-то у вас произойдут хорошие изменения. Ну, вот, ну, не сидите только, правильно, да, сложа руки. Там под лежачеками вода не несчет. Если у вас что-то в жизни, например, что-то, вот чувствуете что-то не так. Ну, как-то, я не знаю, тут говорю, что не можете сами кому-нибудь обратиться. Человеку, который там проверен, уверенный. То есть, ну, из любой ситуации всегда есть выход. Но вы его здесь, судя по всему, вы его найдете. Ну, всего вам доброго. Вот такие ждут изменения после полнолуния. До новых.